Всем привет, друзья, с вами я, Дима 2DCube, MusicMagTV и очередной выпуск горячих новостей мира музыкального оборудования. Итак, январская NAMM подошла к концу, так что самое время подвести итоги и исследовать самые интересные новинки, продемонстрированные компаниями на выставке. Этот выпуск будет большим, так что мы решили разделить его на две части. Первая, то есть эта, будет посвящена синтам и грувбоксам, но вторая другим приборам. Ну и кстати, если вы еще не видели предыдущий выпуск, который вышел на канале незадолго до старта NAMM, то обязательно переходите по ссылке в углу и смотрите. Итак, не будем терять времени, вперед! Начнем сегодняшний выпуск с исследования новенького Akai MPC One. Очередное воплощение легендарного пэдового сэмплера в первую очередь должно порадовать фанатов своей ценой, которая составляет всего 700 долларов, что на целых 300 баксов дешевле MPC Live и аж на 1300 баксов дешевле MPC X. Самое интересное, что удешевление грувбокса практически не пошло в ущерб его возможностям. Например, MPC One, как и предыдущие модели X и Live, является полноценным стендалон сэмплером. Это значит, что использовать новую машинку можно будет как в автономном режиме, так и в связке с компьютером для контроля MPC Software. Но что касается ограничений, которые позволили снизить цену на девайс, то к ним относятся в первую очередь отсутствие встроенного перезаряжаемого аккумулятора, который был на MPC Live, во-вторых, память, которая здесь урезана с 16 до 4 гигабайт, ну а в-третьих, чуть меньшее количество аналоговых входов-выходов. Честно говоря, будь и на месте маркетологов, я бы убрал ровно то же самое. Действительно, питать девайс можно и от пауэрбанка, память при этом легко расширяется путем подключения SD-карт или флеш-накопителей, но с разъемами еще интереснее. Индивидуальные выходы, например, в MPC One убрали, но зато добавили целых 8 CV-gate портов. Так что новая машинка выглядит действительно аппетитной и для битмейкеров, и для тех, кому плейбэк длинных сэмплов нужен, ну и, конечно, для тех, кто ищет мощный стационарный секвенсор с MIDI и CV-gate возможностями. Подробнее изучить девайс можно вот в этом самом видео, ссылка на полную версию будет ждать вас в описании. Но что касается старта продаж, то он запланирован на февраль. Следующая новинка от наших прибалтийских друзей, компании Erika Synth. Это вот такой вот компактный басовый синтезатор DB-01 с неприлично агрессивным характером звучания. Synth этот, по зрениям латышей, прекрасно подойдет как для создания мощных баслайнов, так и для различных экспериментов с синтезом, например, для генерации перкуссионных секвенций, дронов или нойзовых паттернов. Машинка состоит из фирменного аналогового движка и мощного секвенсора с максимальной длиной в 64 шага, памятью на 64 паттерна, функциями транспонирования и рандомизации и так далее. Стоит новый груббокс будет 460 евро, но в продажу поступит весной этого года. Далее новинка от компании Sequential, бывших еще недавно DSi, синтезатор под названием Pro 3. Если говорить о синте в двух словах, то я, пожалуй, скажу следующее. Именно вот так вот, как мне кажется, и должен выглядеть классический аналоговый синт в 21 веке. Как бы и чистая классика, основанная, кстати, на самом первом синте от Sequential, который называется Pro 1, 1981 выпуска, но при этом и с современными отполированными до блеск возможностями, которые сильно упрощают работу и делают инструмент практически универсальным монофоником. На борту девайса есть три осциллятора, два аналоговых и один таблично-волновой, с морфингом волн и модуляцией, что точно должно понравиться фанатам всяких там сермоподобных тембров. Также здесь есть парафонический режим на три голоса, есть аж три фильтра, это классический фильтр Profit 6, муговский фильтр и аберхаймовский. Также есть 64-шаговый секвенсер с возможностью записи автоматизации, два цифровых эффекта, фирменный фидбэк с режимом автотюна, да и много чего еще. Ну и разумеется, все это звучит очень серьезно, разнообразно и достойно, так как и должны звучать синты от Дэйва. Поставляться Pro 3 будет в двух модификациях. Обычная версия и премиум эдишн с боковинами из грецкого ореха и регулируемым углом наклона контрольной панели, как на мини-муге. Стоимость при этом составит 2100 и 1600 долларов, но продажи начнутся в феврале. Двигаемся дальше. На очереди у нас новый FM-синтезатор Mega FM от компании Twisted Electrons с 12-голосной полифонией, 8-ю алгоритмами, кучей крутилок, что, кстати, не так уж и часто встретишь у FM-синтов, а также арпеджиатором и рандомизатором пресетов. Примечательный синт тем, что в качестве голосовых модулей здесь используются винтажные чипы UM2612FM, позаимствованные не откуда-то там, а из самой Sega Mega Drive, той самой 16-битной приставки с соником и прочими черепашками ниндзя. Звучание Mega FM благодаря использованию этих чипов, как вы понимаете, будет достаточно сильно отличаться от кристально чистого звучания традиционных FM-синтов. Здесь производитель обещает нам всю палитру лоу-файных красок, от перегруженных FM-басов и колоколов до ярких плаков, ну и прочего. Идея использования Sega в качестве синта, кстати, новостью как таковой не является. В качестве примера вот вам недавний ролик от сумасшедшего Look Mom No Computer, который буквально сделал синтезатор из этой самой Sega, и, кстати, тоже с кучей крутилок, и тоже полифонический. Купить его с синт, конечно, нельзя, но если у вас вдруг Sega завалялась, то можно попробовать самому такой собрать. Вся необходимая инфа есть в описании к оригинальному ролику, но ссылка на этот ролик есть в описании к нашим новостям. Если же вы совсем не инженеры, но поиграть на Sega, то есть по нотам поиграть, конечно, вам все же хочется, то Mega FM от Twisted Electrons, с которого я начинал, к вашим услугам. Стоит этот синтезатор 550 евро, ну и поставляется он только по предзаказам. Ссылочка на подробности, как обычно, будет ждать вас в описании. В продолжении темы FM-синтов есть еще одна новинка, на этот раз от Korg. Штука эта появилась на нам и тихонько себе стояла под стеклом, никто про нее ничего не рассказывал, так что полноценно презентовать вам этот инструмент я не смогу, сам не знаю, что это такое. Впрочем, глазастые блогеры уже успели заприметить сходство нового OPSX, именно так называется инструмент, с Yamaha DX7, и даже изучить диаграмму на передней панели, судя по которой, движок инструмента будет оснащен шестью операторами и тридцатью двумя алгоритмами, которые, кстати, чуть ли не в точности соответствуют алгоритмам Korg Volk FM, еще одного карманного, ну, скажем так, клона Yamaha DX7. Станет ли новой OPSX клавичной версией Korg Volk FM и пойдет ли вообще в производство, пока неизвестно, так что будем ждать подробностей. Далее нас с вами ждет компактная новинка от MOOC. Это профанический синтезатор Subsequent 25, который по задумке компании должен будет заменить уже успевший полюбиться многим Subfetti. Отличия от уже знакомого Subsequent 37, судя по всему, здесь будут незначительными. Это, во-первых, размер клавиатуры в 25 клавиш, во-вторых, крутилок тут меньше, ну и в-третьих, да, на самом деле, вроде бы и все. Цена на синт при этом должна составить 850 долларов, что почти в два раза дешевле оригинального Subsequent 37, который стоит около 1500 долларов. И это, черт возьми, крайне странно. То есть это получается 650 дополнительных баксов мы платим за 12 дополнительных клавиш, так что ли выходит? Ну, тогда, наверное, можно и еще подождать. Кто знает, может, MOOC в следующем году какой-нибудь Subsequent Zero за 400 долларов или дешевле, может, даже выкатит. Другая моя версия, это то, что 37-й попросту снимут с производства. В общем, та еще история, пишите, что вы думаете по этому поводу в комментах, давайте обсудим. Далее у нас парочка обновлений уже знакомых синтов. Во-первых, это новая прошивка 1.3.0 для синтезатора Hydra Synth от Ashen Sound Machines, про которую я уже рассказывал. Новая операционка сделала этот синт MPE совместимым, а также добавила дополнительный режим эмуляции винтажных синтов под названием Warm Mode, который будет приглушать вверх и чуть наваливать баска. Стоимость синта, как и прежде, составляет 1000 долларов за клавишную версию и 800 до за десктоп. Продажи уже идут, но если вы вообще нифига не поняли, но очень интересно, то в углу есть ссылка на ролик с подробностями. Переходите и изучайте, только потом обратно возвращайтесь, пожалуйста. Второе обновление коснулось синтезатора Micro Freak от Arturia, который получил целый ряд дополнительных возможностей, такие как новый шумовой осциллятор, идеальный для перкуссионных звуков, аккордовые и ладовые пресеты, возможность копирования и вставки паттернов, а также функцию быстрого очищения модуляционных связей матрицы и кучу новых пресетов. Опять же, в подробности про сам синт я вдаваться не буду, если вы вдруг его не видели, то смотрите мой обзор по ссылке в углу, там всё рассказано и даже панки есть, которые себе водкой голову поливают, ни больше ни меньше. И ещё немного новостей по части синтезаторных новинок. Речь сейчас идёт о компании Roland, которая на выставке NAMM 2020 поделилась подробной информацией о своём аналогомоделирующем движке нового поколения под названием Zen Core. Движок этот, пришедший на смену движку ACB, был создан с целью максимально точной имитации поведения фирменной схемотехники, используемой японцами в разных синтах уже более 30 лет. Сейчас этот новый движок, который Zen Core, уже используется в синтах Юпитер Икс и Икс Эм, но в будущем его планируют внедрить и в другие синты. Как уже выпущенные, например, MC-707, MC-101, Акс Эдж и последние Фантомы, так и ещё не созданные, то есть синты, которые в будущем нас ждут. Помимо мощей, так сказать, и очень достоверной имитации аналога, и не только, кстати, аналога, движок примечательен ещё и своей универсальностью. Например, накрутили в пэтч на Юпитере, но потом после этого его можно быть спокойненько себе залить на MC-707, например, или С-101, и играть себе на здоровье. Подробнее познакомиться со спецификациями движка и планами компании Roland по его внедрению вы можете по ссылке в описании. Ну а официальный релиз подробных спецификаций намечен на этот месяц. Ну и пока вы не заскучали, давайте вернёмся к исследованию новых железяк, продемонстрированных на NAMM 2020. Вот такой, например, синтезатор под названием VS-1 обнаружился в списке январских новинок. Внешний синт напоминает девайсы от Black Corporation, но, что интересно, никакого отношения к этой фирме, как ни странно, этот синт не имеет. Делает его совершенно другая компания под названием Abstract Instruments. Это гибридный двухтембральный восьмиголосный полифонический синтезатор с аналоговыми осцилляторами, фильтрами, усилителями и LFO, а также цифровой компонентой, основанной на чипе ARM Cortex-M7. Звучание возможностей синта при этом максимально приближено к звучанию возможностям классического Aberheim OBX, но всё это, как водится, упаковано в современный ящик с кучей аналоговых и цифровых входов-выходов, включая USB, MIDI, CV, Gate, да и работает синт куда точнее оригинала. Распространяется VS-1 через Kickstarter, где его можно уже сейчас заказать. Ссылка на подробности есть в описании. При этом, как и в случае с синтами от Black Corporation, вам будет доступно две опции. Собери сам за 1000 долларов и готовый синт за 3200 долларов. Ну и наконец, давайте уже поговорим о новинках от Робина Гуда Ули и компании Беринджер, продолжающей заваливать нас с вами чиповыми синтами. На выставку товарищ Ули не поехал, язвительно демонстрируя нам свои новинки и своего собственного Анахайма с Blackjack'ом и прочим. Назвал он его при этом Ванахайм. Ну и шутник же он всё-таки. Если кто-то не в курсе, кстати, то Анахайм – это город, в котором и проходит выставка нам. А вот Ванахайм – это ни много ни мало один из девяти миров древнескандинавской мифологии, в котором боги жили. Боги. Ну, в общем, вы поняли. Ну а теперь к новинкам. Во-первых, это долгожданные фирменные еврорек-модули под общим названием System 100. Ну а теперь давайте угадаем, на что именно это клон. В общем, ответ на экране. Это винтажный синт от Роланд с тем же названием System 100, 1975 года выпуска, который сами Роландовцы, кстати, не так давно перевыпустили в виде модулей. Модули от Ули, конечно, будут суперточно всё это повторять, но цена на каждый из них, по старой доброй пролетарской традиции компании Берлинджер, не будет превышать 100 баксов. Купить модули пока что нельзя, да и точная цена на них неизвестна, однако познакомиться с подробностями, почитать про каждый отдельный модуль вы вполне можете уже сейчас, перейдя по ссылке в описании. Ну и далее, ещё модули от Берлинджер. Больше модулей, конечно. Продолжаем играть. Как думаете, на что это клон? Ну так вот, это винтажные модульные шкафы от Мук, друзья мои, под названием System 15, 35 и 55. Опять-таки, не так давно бережно и супер аутентично перевыпущенные самими Мук в ограниченном тираже по цене, которую вслух лучше и не называть. Стоимость реплик от Ули, вслух, не называется по той же причине, но, как вы понимаете, уже от обратного. Подробности в полной версии ролика, ну а ссылка на неё есть в описании. Ну и на этом ещё не всё. Как вам, например, вот такая вот цацочка под названием RD-6? И продолжаем конкурс. Итак, на что это у нас клон? Да-да, это драм-машинка Roland TR-606. Ну действительно, говорит Анна, вот которая сейчас на экране, как же мы так могли, такие ростаки, оставить наш клон TB-303 в одиночестве? Ведь так же нельзя. Так что мы сделаем ему подружку. Вот такую вот. Подружка, как я и говорил, называется RD-6 и отличается от оригинальной TR-606 в наличии управляемого бортового дисторшена и полноценных миди-портов, а также 64-шаговым секвенсором вместо 16-шагового, который был в оригинальной TR-606. Стоит машинка будет 150 долларов, как и TD-3, тот самый, который клон TB-303. Так что слоган «Порвём танцпол за 300 баксов» здесь как нельзя актуален. Почки можно больше не продавать. В общем, вы поняли. Но подождите, и на этом ещё не всё. Хм-хм. Помните ли вы перевыпущенный компанией KORG синтезатор ARP 2600? Он буквально в прошлом выпуске у нас был. Ну а вот вам, друзья, мой ответ из Банахайма. Беринджер 2600. Ну просто не в бровь, а в глаз, ей-богу. Действительно, два одинаковых синта, выпущенных в течение недели оба. Это, по-моему, просто жесть. Такого история ещё не видывала. Впрочем, подробностей по части новинки от Ули пока что нет. Первый ролик с этим синтом, вот этот самый, который вы видите, появился в сети около суток назад. В нём нам просто рассказывают о истории 2600-го, которые оригинальны от ARP, и ничего конкретного про клон от Беринджер не говорят. Но, друзья мои, готов биться об заклад, что Беринджеровский клон будет как минимум раз и так в три дешевле Корговского, который, как вы помните, стоит ни много ни мало 3800 баксов. Ну и что ж, опять-таки, остаётся только ждать подробностей. Вот на такой вот горяченькой новости мы с вами пока что и остановимся. Но продолжим в следующей части, ссылка на которую у вас имеется на экранах. Прежде чем туда жать, не забудьте одарить нас своим лайком, подписаться на канал и написать в комментах, что вы думаете по поводу всего этого безобразия. Ну а я не прощаюсь, увидимся в следующей части, и да пребудет с вами Великий Котов! Субтитры сделал DimaTorzok